Грузия является одним из ближайших союзников Азербайджана в регионе. Стратегическое сотрудничество охватывает практически все сферы. Грузию и Азербайджан объединяют такие глобальные энергетические и транспортные коммуникационные проекты, как Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джайхан, Баку-Тбилиси-Эр-Зуром, Баку-Тбилиси-Карс и Тросека. Две страны связывают не только давние узы дружбы, но и двусторонние важные геоэкономические и геополитические проекты. Я думаю, что визит президента Грузии в Азербайджан ко всему прочему будет служить решению ряда накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. В ближайшей перспективе Азербайджану к грузинским отношениям по большому счету ничего не угрожает. Хотя, конечно, есть силы, которые пытаются расстроить их и помешать их мирному ходу развития. Говоря о тех, кто пытается помешать развитию Азербайджана-грузинских отношений, политолог имеет в виду Армению. Официально Ереван, а также армянская община Грузии, неоднократно пыталась внести разлад в дружественные связи Баку и Тбилиси. Но, несмотря на все попытки, стороны сумели сохранить высокий уровень отношений и сообща решить имеющиеся между ними вопросы. Вот и в этот раз примечательно, что свой первый визит в регионе новоизбранный президент Грузии совершает в Азербайджан, а не в Армению. Азербайджан, как страна, столкнувшаяся с военной агрессией Армении, поддерживает территориальную целостность Грузии, которая также страдает от сепаратизма. Официальный Тбилиси однозначен в поддержке Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Двусторонние стратегические связи еще больше укрепились в рамках сотрудничества в таких организациях, как ГУАМ, Организации Черноморского экономического сотрудничества и других. Сегодня, впрочем, как и вчера, отношения между Грузией и Азербайджаном можно охарактеризовать как отношения между стратегическими партнерами. И это не пустой звук, нужно хорошо понимать, что такое стратегическое партнерство. Мы являемся географическим и даже, я бы сказал, геополитическим продолжением друг друга. И в силу этого, естественно, взаимозависимость существует и очень большая. Грузии и Азербайджану необходимо расширить систему коммуникации, в частности, между ведомствами двух стран. Все остальные вопросы решаемы и носят рабочий характер, уверен политолог. У нас нет возможности для прорывов, потому что у нас и так очень высокий уровень двусторонних взаимоотношений. Нам самое главное добиться того, чтобы этот уровень двусторонних отношений не был подвержен внешним рискам и какой-либо, скажем так, во-первых, внешним рискам, а во-вторых, внутренним потрясениям. Это очень важно. Для стабилизации того уровня, который есть, самое главное – найти механизмы взаимодействия и, соответственно, потом уже развитие. Азербайджан также является одним из главных инвесторов в экономику Грузии. Основы процесса вложения Азербайджана в Грузию инвестиций в большом объёме были заложены в конце 2006 года. В это время государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар» приобрела в Грузии терминал «Кулеви». А 25 апреля 2008 года компания «Сокар Энерджи Джорджия» открыла в Грузии первый заправочный пункт под брендом «Сокар». В настоящее время 75% рынка розничной продажи нефтепродуктов в Грузии осуществляется Азербайджаном. Именно «Сокар» обеспечивает газоснабжение Грузии. Одним из важнейших моментов сближающих две южнокавказские страны является проживание в Грузии до 500 тысяч этнических азербайджанцев. В целях решения их проблем, связанных с языком, культурой, образованием и другими, реализуются важные проекты. Дипломатические связи между Азербайджаном и Грузией были установлены 18 ноября 1992 года. В феврале 1995 года открылось посольство Грузии в Баку. В марте 1996 года – посольство Азербайджана в Тбилиси.